Не за горами наступление лета, а с ним и очередного купального сезона. И хотя до того момента, когда пляжи начнут принимать своих посетителей еще достаточно много времени, ответственные специалисты уже готовятся к предупреждению несчастных случаев на воде. Сколько человек в прошлом году утонули на водоемах города, какие меры принимаются по профилактике подобных трагедий, и что нужно помнить родителям и педагогам, чтобы спасти детей от гибели при купании. Об этом рассказали в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций. В новом купальном сезоне в Ак-Тубе запланировано открытие 19 пляжей. Это на 8 пляжей больше, чем в прошлом году. В мае будут проведены водолазные обследования на акватории зоны отдыха. Эти предосторожности не случайны. По данным статистики, только на водоемах города было зарегистрировано 14 несчастных случаев, в результате которых погибло 14 человек, в том числе 2 ребенка. Если проанализировать за последние 6 лет, то статистика показывает, что чаще всего смертность у людей происходит с 15 до 20 часов. Это время потока отдыхающих значительно увеличивается. Если говорить о причинах утопления, то в данном случае неумение плавать и неосторожность самих купающихся, невнимательность взрослых, то есть оставление детей без присмотра и купание в запрещенных местах, купание в нетрезвом виде. В течение купания сезона ежегодно проводятся рейды совместно с местной полицейской службой и местным исполнительным органом по выявлению нарушений правил общего купания в запрещенных местах. В прошлом году было 145 рейдов. Полицейскими спасателями были организованы рейдовые мероприятия с раздачей памяток о правилах поведения на воде. Более 760 человек привлечены к ответственности за нарушение правил водопользования и распитие спиртных напитков. В преддверии нового купального сезона особо острым является вопрос обеспечения безопасности детей на воде. Для чего спасатели, полицейские, представители системы образования намерены координировать свою работу. В настоящее время у нас есть совместный приказ по обеспечению правил на водоемах для детей. Это значит, что будут работы проводиться в школах, на родительских собраниях, а также совместно с сотрудниками ИДН будут проводиться рейдовые мероприятия. Если в случае ребенок останется без присмотра возле водоема, то соответственно будут приниматься меры, вплоть до рассмотрения на родительских собраниях в школе. Для обеспечения безопасности учащихся объектов образования, а также для обеспечения безопасности во время купания проводятся плановые учебные мероприятия по линии гражданской обороны. Уроки, обучающиеся семинары, воспитательные часы по безопасности на воде и внеклассные занятия с учениками проводятся в рамках месячника по гражданской обороне в течение и в течение учебного года. Самая главная задача, естественно, с открытием купального сезона, это обеспечение жизни и безопасности наших детей, потому что это наиглавнейшая задача. Поэтому призываю общественность, родителей, учителей привлекать все усилия довести до сведения наших детей, учеников, что вода, купание в неизвестных водоемах – это опасно. Кроме того, в прошлом году силами преподавателей начальной военной и технологической подготовки и физкультуры были организованы дежурства на городских пляжах. Аналогичные дежурства на водоемах и пляжах Актубе будут организованы и в новом сезоне. Владимир Федотов, Жанадиль Сагиев, телеканал Актубе.